Уважаемые и дорогие студенты первого курса, деканы, преподаватели, мне очень приятно в очередной 84-й раз мы, ВНМЕХ открывает в этом году свои двери. В следующем году нам будет 85 лет ВНМЕХу. И мы очень рады, что те, кто к нам приходит, являются нашей гордостью, потому что ВНМЕХ относится к числу вузов, имеющих один из самых, если не самый, высокий в нашей стране рейтинг успешности выпускников. Вот тот девиз, который сегодня неоднократно звучал, ВНМЕХ лучше всех, был директивой Коммунистической партии Советского Союза в 1932 году, когда было написано на резолюции ВНМЕХ лучше всех, собрать лучших студентов техникумов, лучших преподавателей вузов Советского Союза, лучших работников промышленности. И в течение, задача была поставлена два года, в течение двух лет, подготовить лучших конструкторов, развивавшиеся в то время военные отрасли, оборонной промышленности. И первые выпуски ВНМЕХа знаменовались тем, что мы выпустили практически всех конструкторов артиллерийских систем, миноторпедного оружия, боеприпасов, которые принимали активное участие в Великой Отечественной войне. И тот щит артиллерийский, боеприпасный, который был создан в годы Великой Отечественной войны, в основном создавался ВНМЕХом. За это мы получили орден Боевого Красного Знамени. И только два вуза Советского Союза и России носят до сих пор звание лауреата этого ордена. Мы и Институт Лезгов-то за подготовку лыжников во время войны. И мы гордимся тем, что мы выпустили практически всех руководителей оборонных предприятий и в советское время, и ныне действующих. Мы гордимся, что ВНМЕХ закончили самые известные космонавты. Георгий Михайлович Гречко, космонавт, самый известный советского периода. Сергей Константинович Крикалев, это уже период российской космонавтики. Причем Крикалев первый герой России. Он первым получил звезду, герой России, когда шел плавный переход от Советского Союза к России. Мы гордимся, что ВНМЕХ закончили великие конструкторы артиллерийских ракетных систем, братья Уткины, которые создавали знаменитую «Сатану» ракету, от которой не было защиты. И до сих пор нет у Соединенных Штатов, и которая изменила баритет ядерных конструкторов артиллерийских систем, подводного оружия. Но также мы гордимся нынешними руководителями. Сергей Евгеньевич Нарышкин закончил ВНМЕХ, и вчера он проводил большое совещание в Госдуме, где я присутствовал. Он просил поздравить всех выпускников ВНМЕХа с этим, и я передаю это поздравление. И вы должны, вклиниваясь в наш ВНМЕХовский костяк, в группу наших выпускников, также дальше прославлять наше славное имя. Но очень важно, что выпускники ВНМЕХа работают и в самых разных сферах. Среди выпускников ВНМЕХа и есть руководитель российских железных дорог Якунин, ныне действующий руководитель автомобильных дорог Роман Старовойт. Среди выпускников ВНМЕХа есть губернаторы, руководители краев и властей. Александр Петрович Рудилайберн, глава Карелии. Василий Николаевич Китов, вице-президент ВТБ Банка. Выпускники ВНМЕХа финансируют и футбол, и хоккей. Геннадий Николаевич Тимченко, выпускник ВНМЕХа, спонсор российского СКА и президент. Селезнев Кирилл Геннадьевич, генеральный директор и президент межрегион газа, спонсор «Зенит», а также наш студент. То есть в самых разных сферах работают выпускники ВНМЕХа. Везде, где бы они ни работали, им сопутствует удача, успех. Какие составляющие этого успеха? Но прежде всего ВНМЕХ имеет очень жесткую систему подготовки. И все, кто учился и закончили ВНМЕХ, и сейчас учатся, понимают, что учиться в ВНМЕХе непросто. Занятия проводят профессиональные преподаватели, очень квалифицированно, очень требовательно. И далеко не каждый вуз может похвалиться такой требовательностью и качеством проведения занятий в ВНМЕХе. В ВНМЕХе очень сильно развита общественная жизнь. Большую воспитательную роль играет и военная кафедра, и кафедра физвоспитания. Общественные организации, профсоюзные организации, студенческий совет играет большую роль. В ВНМЕХе проводятся большие научные исследования, и мы большое внимание уделяем студенческой научной работе. Это различного рода кружки, секции по интересам. Это клуб космонавтики, клуб любителей, стрелкового оружия и других видов оружия существуют в ВНМЕХе. И очень многие выдающиеся ВНМЕХовцы, которые закончили наш вуз, вспоминая обучение в ВНМЕХе, обращали внимание на формирование активной жизненной позиции. Вот когда был развал страны в наши 90-е годы, и практически все стояли на бирже труда, но вот единственный выпускник, которого никогда не были зафиксированы на бирже труда в то время, это был ВНМЕХ. И это, в общем, служба занятости с удивлением констатировала. Все выпускники ВНМЕХа всегда имели активную жизненную позицию, стремились к успеху, добивались успеха. В настоящий момент и всеми спутниками у нас занимается Николай Алексеевич Тистоедов, наш выпускник, и концерт «Алмаз-Антей», с прозвучавшей в прессе ракеты «Калибр», возглавлял долгое время Менчиков Владислав, выпускник ВНМЕХа. Поэтому успех выпускников ВНМЕХа, сложная система подготовки, высокая требовательность и активная жизненная позиция являются теми составляющими, которые определили лозунг ВНМЕХ лучше всех. Начиная обучение ВНМЕХе после школы, вы должны четко понимать, что вы пришли в высшее учебное заведение, где школьные учителя, где возможность как-то контролироваться классными руководителями здесь пропадает, у вас появляется полная самостоятельность, вашими спутниками будут деканы факультетов, которых вы видите на сцене, замдеканы, но большая часть ответственности лежит на вас. Поэтому в самое первое время очень важно относиться очень серьезно к посещению занятий, к выполнению всех контрольных мероприятий, поскольку холодным душем после школы часто бывает первая сессия. Никоим образом не запугая вас в той прекрасный день, хочу сказать, что процент отчисления в ВНМЕХ один из самых высоких был. Долгое время и сейчас остается среди вузов, что связано с нашей высокой требовательностью. Но отучившись в ВНМЕХе, вас ждет успех. Я еще раз поздравляю вас с этим замечательным днем. Я очень рад, что вы выбрали наш вуз, и мы надеемся, что ВНМЕХ принесет вам успех в жизни. Спасибо. Спасибо.